Добрый вечер на часах 20.30. Время новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. В начале коротко главной темы выпуска. 51 новый автомобиль скорой помощи отправили в районы края. В чем особенность этих спецмашин и какие учреждения их получили? Это автомобиль предназначенный для оказания помощи детской реанимационной бригадой для всей южной территории нашего Красноярского края. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Ус провел итоговую пресс-конференцию. Какие вопросы прозвучали? О принятых решениях я никогда не жалею. Если принял, значит нужно идти. В администрации Красноярска рассказали о работе транспорта в новогоднюю ночь и Рождество. Когда и куда? На автобусе можно будет уехать бесплатно. Официально завершено возведение Богучанской ГЭС одного из крупнейших в стране гидросооружений. О стройке длиной в 40 лет расскажем в нашем материале. Два, один, пуск! Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус на встрече с журналистами подвел итоги года. Глава региона рассказал, как будет решать экологические проблемы, что делать с неудачным ремонтом проспекта Мира и поделился некоторыми личными моментами. В том числе ответил на вопрос, не пожалел ли о своем решении возглавить край. Обо всем подробнее расскажет Ольга Тишенина. В зале журналисты красноярских телекомпаний и газеты. Тоговая пресс-конференция для Александра Уса уже привычное мероприятие. Но впервые о результатах года он рассказывает в статусе главы края, а не председателя ЗАГС собрания. Поэтому вопросов много. Один из важных – экология. Александр Ус говорит, проблемы здесь очевидны и никто их замалчивать не собирается. Но есть и решение. Больше миллиарда рублей пойдет на строительство новой трубы ТЭЦ-1 и установку электрофильтров. СГК сделает это за свой счет. Кроме этого, через месяц должны утвердить схему теплоснабжения. Красноярские в городе закроют с десяток котельных. А крупные предприятия, в том числе алюминиевые и цементные заводы, будут и дальше снижать количество вредных выбросов. Нужно разобраться и с транспортом. 40% легковых автомобилей красноярцев имеют возраст 15 и более лет. Какие последствия для экологии, мы с вами приблизительно представляем. Поэтому, как бы это ни было болезненно, но я думаю, мы должны ужесточать контроль за выбросами от автомобилей и, соответственно, за качеством бензина, за качеством топлива на наших заправках. А еще к универсиаде купят 300 новых автобусов, и часть из них затем заменит щадящий красноярский транспорт. Улучшить экологию столицы края должна и газификация. По словам Александра Уса, схему собираются согласовать в январе. Но если даже все пойдет по плану, магистральная линия появится только к 2023 году. Говорили также о том, что делать с проспектом Мира, который так неудачно отремонтировали в этом году. Александр Ус отметил, он бы все переделал, нужно посмотреть, как ремонт переживет зиму. Уверен, что в следующем летнем сезоне качество, масштаб работ будет выглядеть иначе. Хотя красноярцам, ну и мне, естественно, как красноярцам придется столкнуться с определенными сложностями, поскольку где-то частично город, конечно, встанет. Рассказал глава края о результатах года. По его словам, есть основания для сдержанного оптимизма, экономика восстанавливается. Дефицит краевой казны по факту будет в два раза ниже прогнозируемого. Бюджет следующего года сбалансирован, все обязательства будут выполнены. А среди задач, которые ставят перед собой на будущее, привлечение инвестиций, в том числе и в районы, которые по большей части дотационные и обычно надеются на краевые субсидии. Идет перенастройка системы власти, уже сменилась команда в городской администрации, а в правительстве появились новые министры. Отстраиваются отношения с крупнейшими предприятиями, которые работают в крае. И первый шаг уже сделан, подписан меморандум. Лидеры нашей экономики, а это действительно тройка лидеров, впервые за многие годы сели за один стол и поделились своими планами о будущем. Мы рассчитываем как раз за счет их большей активности и увеличивать общую активность в области инвестиций. Поговорили и о личном. Александрус рассказал, пожалел ли он о том, что возглавил край. О принятых решениях я никогда не жалею. Если принял, значит нужно идти. Поэтому впереди у нас с вами сложный год и президентские выборы, и губернаторские. И я верю, что в декабре следующего года мы соберемся здесь и поговорим о новых планах социально-экономического развития Красноярского края и наших соседей. Также глава края рассказал, как будет встречать Новый год и какое блюдо обязательно будет на его семейном столе. Знаете, мне кажется, моей жене очень со мной повезло. Но во всяком случае, то, что касается во всяком случае стола. Я абсолютно непривередлив. Особенно, когда задумываюсь я часто вечером, она говорит, ты вообще, говорят, замечаешь, что ты ешь или нет? Иногда даже слабо замечаю. Но все же больше, по словам главы края, он любит копченую моеву, строганину и сугудай. Но напоследок Александрус пожелал всем оптимистичного настроения в следующем году. А для этого нужно, чтобы все планы удалось воплотить в жизнь. Ольга Тишинина, Алексей Гусев, Сергей Камашев. Новости. Сегодня в мэрии рассказали о работе транспорта. В праздничные дни в новогоднюю ночь маршрутки в Красноярске будут курсировать до 4 часов утра. Всего же в ночь на 1 января в рейс выйдут 15 маршрутов во всех районах города. Интервал движения составит 30 минут. Тариф останется прежним – 22 рубля за одну поездку. Для удобства гаража на остановках острова Татышев, где установлена главная елка, разместят информацию о расписании автобусов. А вот в канун Рождества с 6 на 7 января будут работать 5 маршрутов. 4 пойдут от храма Рождества Христова на улице Щерсе. И один маршрут заберет прихожан от Свято-Успенского мужского монастыря на улице Лесной. С 2 часов ночи все желающие смогут уехать на маршрутках бесплатно. Подробности можно узнать на сайте городской администрации. Красноярцев и гостей столицы края призвали пользоваться именно общественным транспортом, а не личными машинами. А глава города Сергей Еремин попросил все службы ответственно отнестись к работе в праздничный период. Здесь мелочей не может быть. Наша задача оперативных служб и хозяйствующих субъектов как раз продемонстрировать весь навык, весь опыт, качество, так как мы всегда умеем делать. Поэтому я обращаю внимание, что вот эти 10 дней как раз должны быть направлены на максимальную подготовку. К ликвидации возможных аварий готовы и коммунальные службы. Все каникулы в Красноярске будут дежурить аварийные бригады. Налажена связь с МЧС. С жалобами и вопросами горожане могут обращаться в службу 205 или по телефонам своих управляющих организаций. Медучреждения также будут работать в усиленном режиме. На дежурство выйдут 103 бригады скорой помощи. Телефоны вызова прежние 03 и 113. Стационары будут оказывать неотложную и экстренную помощь круглосуточно. Поликлиники принимают пациентов 30 декабря и 3 января с 8 до 14 часов, а 6 января до 16.00. 51 автомобиль скорой помощи. Именно столько новеньких спецмашин получили медицинские учреждения Края в этом году. Полностью оборудованные всем необходимым газели и уазы отправятся в Минусинск, Каннск, Ачинск, Лисосибирск, Норильск и другие территории. Тему продолжит Анна Московских. Полсотни автомобилей спасающих жизни выстроились перед Краевой филармонией. Все они только сошли с конвейеров и уже вот-вот отправятся на свое первое дежурство. Например, этот реанимобиль в полной комплектации уедет в Минусинск. Этот замечательный автомобиль, это автомобиль, предназначенный для оказания помощи детской реанимационной бригадой для всей южной территории нашего Красноярского края. У нас на юге ни много ни мало детского населения более 50 тысяч. Мы вот сегодня очень рады. Здесь есть все для оказания реанимационной помощи младенцам от ноля до взрослых подростков. Здесь есть даже специальный кювец и аппарат искусственной вентиляции легких для малышей, а еще мини-лаборатория для проведения анализа крови. Остальные нереанимационные кареты также оборудованы по высшему разряду. Работники скорой помощи не нарадуются, ведь все необходимое для спасения пациентов под рукой. Здесь имеется дефибриллятор для проведения дефибрилляции. Здесь имеется кардиограф для снятия кардиограммы. Здесь имеется акушерский набор, шины для транспортной мобилизации, то есть при переломах. Средний срок службы машин скорой помощи всего 4-5 лет. Из-за колоссальной нагрузки они изнашиваются очень быстро. А те, что приходят вместо отслуживших свой срок машин, радуют не только чистой медицинской начинкой. У этой кареты скорой помощи есть уникальная конструктивная особенность. При открытии двери в салон подножка выдвигается автоматически. Но и это еще не все. Этот автомобиль сделан в так называемом северном исполнении. У него утеплены потолок, стены, пол, а также есть дополнительный отопитель салона. Всего в автопарке медучреждений нашего края 449 карет скорой помощи. Его обновление ведется систематически за счет средств регионального и федерального бюджетов. Кстати, на это направление работы обратил внимание президент России в рамках послания федеральному собранию. У нас в крае реализуются две программы. Первая – это за счет краевого бюджета. Мы покупаем машины ассигнований. Было на этот год 60 миллионов рублей. Соответственно, закуплено 28 машин. И плюс второй год подряд реализуется федеральная программа. Красноярск 16 машин, Канск, Ачинск, Минусинск, Лисосибирск, Бородино, Норильск, Таймыр. То есть всем. Всего пара минут на напустственные слова и добрые пожелания. И кареты уже отправляются в путь. Впереди несколько лет напряженной работы и тысячи спасенных жизней. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости. Официально завершено возведение Богучанской ГЭС, одного из крупнейших в стране гидросооружений. О стройке длиной в 40 лет расскажем далее. Женственность и очарование форм подчеркивают наряды из магазинов «Пышечка». Широкий ассортимент одежды российских производителей от 54 до 72 размера. Еженедельное поступление новых моделей. Будь неотразимой. Одевайся в магазинах «Пышечка». На Московской ярмарке верхней одежды огромный выбор модных пуховиков и элегантных пальто дубленочного типа. В честь Нового года с 15 по 31 декабря скидка 20% на всё. Московская ярмарка. Матросово 18, магазин «Ермат» и «Авиаторов 5» ТЦ «Авиатор». И снова поздравляет с Новым годом и разыгрывает смартфон, норковую шубу и другие призы. Успейте купить до 6 января. Фабричные цены на всё. «Авиаторов 5». Настоящие унты из камуса оленя в магазинах «Айхал». ТК на свободном, первый этаж. ТК «Квант», первый этаж. Телефон 272-96-76. Сенсация. Скоростной спутниковый интернет в России становится по-настоящему доступным. «Сенсат» — это стабильное надёжное соединение и высокая скорость интернета до 45 мегабит в секунду. «Сенсат» — спутник безграничных возможностей. Новогодние приключения. Чудеса эквилибристики. «Животные севера» и «Хищники Африки». С 16 декабря впервые в Красноярске. «Бриллиантовый цирк России». Открываете магазин или кафе, тогда вам торговый дизайн. Широкий выбор торгового и пищевого оборудования. А также всё необходимое для переработки мяса и овощей по доступным ценам. Доставка из Красноярска в любую точку региона. Натуральные сливки, много солнца сибирского и вековой опыт маслоделов. Вот секрет неповторимого вкуса натурального сливочного масла, сделанного для вас с любовью. Масло сливочное «Минусинское» — золотой стандарт маслодела в Сибири. Для человека с болями в спине и суставах любое движение — это страдание. Верните в свою жизнь радость движения, обратившись в центр Бубновского сегодня. Центр доктора Бубновского в Красноярске, улица Вильского, дом 22, улица Обытаевская, дом 6. Природа дала нам многое. Мы лишь добавили красок, развлечений, вкуса и ещё больше лечения, чтобы вы могли провести свой лучший отпуск в Белокурихе. Лазерная коррекция зрения, передовая технология «Смайл» только в глазном центре Красноярска. Бесплатная консультация. Операция 12 тысяч рублей. Глазной центр на Никитина 1В. Это мне квартиру купил. А это на дачу. А это для зятя. Ты думаешь, он ремонт будет делать? Он будет всё делать, что я скажу. Иначе получит не трубу, а трубой. В любимой обуви встречай Новый год! Сядь магазинов «Любимая обувь» объявляет акцию. Праздничные скидки до 50% на зимнюю обувь. Любимой обуви, встречай Новый год! Получили судебный приказ, извещение? Не паникуйте. Один телефонный звонок может изменить всё. 272-34-14. Разберёмся в вашей ситуации и представим интересы в судах всех инстанций. Юридическая служба «Единый центр защиты». 272-34-14. Они одинаковые, но такие разные. Так как поделить один телевизор? Просто смотрите оба. С услугой «Мультирум» подключи второй телевизор к безлимитному всего за 1 рубль в месяц. Оставляй заявку на сайте или по телефону. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Из-за КамАЗа с неисправными тормозами на правобережье Красноярска столкнули 7 автомобилей. Массовая авария произошла на улице Мичурина. Вот такие кадры сняли жители, расположенных рядом с проезжей частью домов. Сначала бетономешалка врезалась в Киа Соренто. По версии очевидцев, у тяжеловоза могла отказать тормозная система из-за огромного веса. КамАЗ в подцепочке собрал 6 машин. К счастью, никто не пострадал, а вот на оформлении ДТП ушло несколько часов. Почти полтонны сибирского осетра изъяли полицейские на границе Красноярского края и Ямало-Ненинского автономного округа. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу. По подсчетам специалистов, ущерб нанесенной природе составил более 250 тысяч рублей. В спецоперации участвовали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району и Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Рыбу изъяли у заведующего базы, который пояснил, что купила седра у неизвестных людей и собирался употребить его в пищу. Сейчас проводится проверка. Строительство Богучанской ГЭС официально завершено. Гидростанцию в Кежемском районе возводили более 40 лет. Во время перестройки из-за нехватки финансирования работы почти остановились. Завершить объект решили в 2000-х. За дело взялись сразу две частных компании «Русгидро» и «Русалы». И в канун профессионального праздника энергетика в стройку двух веков удалось благополучно закончить. Подробности в сюжете Сергея Сеславина. Два, один, пуск! Движение транспорта по мостовому переходу через реку от гора разрешено и открыто. Зеленый сигнал символического светофора и первая автоколонна двинулась на правый берег Ангары. Там в селах живут 2000 человек. С этого момента Богучанская ГЭС больше не строительная площадка, а полностью завершенный объект. Длина моста, проходящего по гребню, бетонные плотины около километра. Общая протяженность пути по дамбе почти 3 километра. На машине это расстояние можно проехать всего за несколько минут. Раньше жителям района приходилось пользоваться технологическим проездом. Его открывали только на строго определенное время. Или же людям приходилось подстраиваться под расписание парома. Я думаю, это уйму времени он сэкономит. Причем это в любое время может переезжать. Это независимо от утра, ночи или будет вечер. То есть как удобно человеку будет, тогда он уже будет с легкостью планировать свои дела какие-то. Работы на месте будущей плотины начались в 70-х годах. Изначально строить ГЭС собирались ниже по течению Ангары, рядом с Богущанами. Потом нашли место получше в соседнем Кежемском районе. Но название уже закрепилось во всех документах. Менять его не стали. На всесоюзную стройку потянулись люди со всей страны. Памяти много. Это и первый куб, и перекрытие Ангары. Ну, конечно, и пуском греха. Это все ждали. И я не буду, честно вам скажу, мы даже не верили, что будем пуском греха. Еще одна часть торжественной церемонии – виртуальный ввод станции в эксплуатацию. Цифровую кнопку нажали руководители РУСГИДРА и РУСАЛ. Турбины станции постепенно начали включать еще в 2012-м и закончили в 2014-м году. Сейчас их 9 работают в штатном режиме. На декабрь 2017-го выработка Богучанской ГЭС превысила 53 миллиарда киловатт-часов. Теперь нужно развиваться дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом, потому что сегодня персонал подготовленный. Но, к сожалению, если не повышать квалификацию, будет расти аварийность, будет снижаться эффективность станции. И мы потеряем то, чего достигнут. Большая часть энергии станции направлена на питание ближайших алюминиевых заводов – Богучанского, где сейчас идет работа над второй очередью, и Тайшецкого, строительство которого скоро начнется. Что касается Тайшецкого алюминиевого завода, сейчас мы заканчиваем процесс юридического оформления договоренностей. И я надеюсь, что в ближайшем времени наши коллеги присоединятся к нам в строительстве первой очереди этого завода. То есть мы не будем забегать вперед, но мы очень надеемся и ждем этого момента. Богучанская ГЭС – предприятие, от которого во многом зависит развитие Нижнего Приангария. Это и энергия для многочисленных лесозаготовительных и золото добывающих предприятий Севера, и создание условий для людей. Есть планы, сейчас идут переговоры наших инвесторов с правительством Красноярского окрая. Запланировано строительство дороги, возможно, будет асфальтированной до города Кодинск, село Бабучаны. И, соответственно, строительство физико-культурно-оздоровительного комплекса в городе Кодинске. Я надеюсь, что договоренности будут такие достигнуты. Еще 10-15 лет назад, что себя представлял Кежемский район с возможностью трудоустройства людей, в каком состоянии была социальная сфера. Сейчас мы получили десятки детских садов, школ, отремонтированные и построенные больницы, поликлиники, дороги, мосты. Все это стало возможным благодаря реализации инвестпроекта комплексного развития Нижнего Приангария. Бабучанская ГЭС входит в объединенную энергосистему Сибири. Это значит, что электричество поступает не только в районы Красноярского края. Через многокилометровые силовые линии гидростанция на Ангаре питает Иркутскую область и Республику Хакасия. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. В следующем году в Красноярске отремонтируют 350 многоэтажек. Работы будут выполнять по новой схеме. Как, расскажем далее. Красноярский край вошел в пятерку самых читающих регионов России. Перелистываем страницы любимых произведений каждую субботу в программе «Утро на Анисея» в рубрике «Читай, любимый край». Партнер рубрики «Читай, любимый край» сеть книжных магазинов «Читай, город». Здесь книги находят людей. Все думают, что кредит – это сложно. А у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить прочее простого. Азиатско-Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый. Меховой салончик объявляет акцию «Минус 50%». Сумм – второй этаж. В любимой обуви встречай Новый год! Сеть магазинов «Любимая обувь» объявляет акцию. Праздничные скидки до 50% на зимнюю обувь. В любимой обуви встречай Новый год! Заказывайте лекарства проверенного качества на сайте аптека.ру и выкупайте в ближайшей аптеке по выгодной цене. Лекарств много. Аптека.ру одна. Новый тариф «Экомикс» за 300 рублей в месяц. От Ярт-ТВ. Безлимитный интернет. Куча телеканалов. И бесплатное подключение. По карману даже школьнику. Мечтаешь экономить деньги, а главное время? Тысячи жителей края уже воплотили свою мечту. Они пользуются краевым порталом Госуслуг, где одним кликом можно получить паспорт или зарегистрировать автомобиль, оплатить штраф с 50% скидкой и узнать свои задолженности. Более полусотни электронных услуг можно получить, не выходя из дома и не проводя часами в очередях, при этом экономя 30% на оплате госпошлины по ряду из них. Все это можно оформить на краевом портале Госуслуг www.gosuslugi.krskostate.ru Это мне квартиру купим. А это на дачу. А это для зятя. Ты думаешь, он ремонт будет делать? Он будет все делать, что я скажу. Иначе получит не трубу, а трубой. Сенсация. Скоростной спутниковый интернет в России становится по-настоящему доступным. Сенсат – это стабильное надежное соединение и высокая скорость интернета до 45 мегабит в секунду. Сенсат – спутник безграничных возможностей. На московской ярмарке верхней одежды огромный выбор модных пуховиков и элегантных пальто дубленочного типа. В честь нового года с 15 по 31 декабря скидка 20% на все. Московская ярмарка. Матросово 18, магазин «Ермат» и «Авиаторов 5» ТЦ «Авиатор». Получили судебный приказ? Извещение? Не паникуйте. Один телефонный звонок может изменить все. 272-34-14. Разберемся в вашей ситуации и представим интересы в судах всех инстанций. Юридическая служба «Единый центр защиты». 272-34-14. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Вы смотрите новости на телеканале НЕСЕЙ. Наш выпуск продолжается. В Красноярске в 2018 году капитально отремонтируют 350 многоэтажек. Это на 100 домов больше, чем в этом. Причем впервые работы будут организованы по новой, более эффективной системе. Подробности расскажет Евгения Шелковникова. Здесь, если заметить, поглубже покопать. Ну, толщина довольно-таки большая. То есть вот они, новые маты, минераловатные плиты. Жители девятиэтажки в переулке Речном мерзнуть этой зимой точно не будут. Недавно здесь завершился капитальный ремонт крыши. На чердаке постелили новый надежный утеплитель и заменили кровлю. Перед началом работ подрядчик учел пожелания жильцов, добавок к новому тепловому покрытию, оставить и керамзит для большей надежности. Успели сделать всю работу за месяц до морозов. С наступлением зимы проводили только дополнительные работы. В октябре, ну там, можно сказать, в начале ноября основные работы по гидроизоляции, замене гидроизоляционного покрытия мы выполнили. А в ноябре уже доделывали вот эти работы, которые не имеют отношения к сезонности. То есть замены утеплителя производили, установку ограждения, лестниц, парапетов и так далее. Всего в этом году в Красноярске сделали капитальный ремонт в 250 домах. Где-то чинили крыши, устанавливали новые лифты, во многих полностью заменили систему электроснабжения. Растить темпы удалось и за счет того, что капремонт стал проводиться по-новому. Весь контроль за ходом работ взяла на себя городская администрация. А региональный фонд теперь только собирает деньги и вносит дома в списки. Организация данного процесса нам это легче с точки зрения, что мы ближе с управляющими компаниями, мы и ближе непосредственно с людьми. Люди все равно идут к нам, как к муниципальному образованию, как к администрации города. Поэтому, естественно, нам в определенных моментах это легче организовать. 2017 год был переходным. Работы выполнялись еще по проектам и сметам прежнего заказчика. Ну а со следующего года их организуют по новой схеме. В следующем году в Красноярске будет от капитали на 350 домов. Торги на выбор подрядчика уже идут. И впервые будет применена новая система. И проект, и работы будут выполнять одна и та же организация, что позволит сделать ремонт более быстро и качественно. Евгения Шелковникова, Павел Пателицын. Новости. Сегодня в школе поселка Новоселово торжественно открылся отремонтированный спортивный зал. Так реализуется федеральная программа по развитию физкультуры и массового спорта в регионах. За последние три года в сельских школах Край отремонтировали уже 60 спортивных залов. Какие занятия будут проходить в обновленном помещении, расскажем далее. Ученики пятой новоселовской школы фотографируются с юлайкой. Символ универсиада 2019 здесь не случайный. Ремонт спортзала выполнен в стиле зимних студенческих игр. Поздравить детей с обновленной площадкой приехал олимпийский призер, депутат законодательного собрания Края Павел Ростовцев. У меня, как и многих моих друзей, которые были в сборной команде страны, которые достигли каких-то высот в спорте, наш спортивный путь начинался именно со школьного спортивного зала. В школе учатся около 800 детей. Из них больше половины в свободное от учебы время посещают спортивные секции. В этом зале занимаются легкой атлетикой, вольной борьбой, волейболом и баскетболом. Мы надеемся выиграть дизайнальное соревнование, новый спортзал, щиты новые. В других городах тяжело подстроиться под игру. Залы другие, пол другой. Но сейчас надеемся, так же будет. Уровень игры поднимется. Будет более активная работа по воспитанию своих физических качеств. И я думаю, будет стремление у детей гораздо сильнее быть здесь и лучше себя проявлять в разных моментах. А по вечерам этот зал посещают взрослые. На базе школы существует поселковый спортивный клуб. Учителя физкультуры занимаются с ними аэробикой, спортивными танцами и командными видами спорта. Ремонта вот такого капитального не было на протяжении, ну, наверное, всех лет существования этого зала. Тут были заштукатурены стены, заменены полы, отопление, освещение, раздевалки полностью отремонтированы, туалетная комната. В этом году на ремонт 60 спортзалов в сельских школах было потрачено 150 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В следующем эта работа будет продолжена. Мария Антюшева, Наталья Затхеева, Алексей Беляев. Новости. Воспитанник Лесосибирского детского дома вышел в финал танцевального проекта Федерального канала. Все подробности через пару минут. От этого будет только хуже! Хуже нашему народу! Это необходимая мера. Он доставит бомбу в город. Таких, как он, полиции не останавливает. Куда офицеры? Ваши документы. Выйдите из машины. Условия поменялись по независящим ни от кого причинам. Я просто немного задержусь. Перевозчик. Сегодня в 21.30 на телеканале Енисей. Хобби-гипермаркет Леонардо. Настоящий простор для творчества. Тысячи наименований товаров для декора и рукоделия. Прикоснись к миру творчества вместе с хобби-гипермаркетом Леонардо. Меховой салончик объявляет акцию минус 50%. Сумм второй этаж. Природа дала нам многое. Мы лишь добавили красок, развлечений, вкуса и еще больше лечения, чтобы вы могли провести свой лучший отпуск в Белокурихе. Обошли весь свет, а достойной шубы нет? Приходите в меховой салон Шуба Мания на Авиаторов 38. Огромный ассортимент шуб на любой вкус и бюджет. Рассрочка без переплат. Шуба Мания. Цена шубы забудется, а мечта ваша сбудется. Лазерная коррекция зрения, передовая технология «Смайл» только в глазном центре Красноярска. Бесплатная консультация. Операция 12 тысяч рублей. Глазной центр на Никитина 1В. Они точно знают, где искать подарки, которые принесут настоящее счастье. В Истнове. Главные женские мечты. Прекрасная норка. Теплая дубленка. Удобная мутоновая шуба. И много-много интересных меховых изделий из коллекции нового 2018 года. И что интересно, осчастливить дедушка сможет сразу очень много прекрасных дам. В Истнове к концу года цены совсем растаяли. Фабричные цены на весь ассортимент. Хотите, чтобы Дед Мороз с таким подарком пришел к вам? Скорее пишите ему письмо. А не хотите ждать? Бегите сами в Истнова. Шубку можно купить в кредит 0024. Без первоначального взноса и переплат. Для тех, кто шубку купит сам, у дедушки припасен еще один большой подарок. Смартфоны и норковая шуба. А также дубленка, мутоновая шуба и изделия из кожи. С Новым годом, друзья! Радуйте себя. Верьте в добро и помните, что в Истнове случаются настоящие чудеса. Улица Авиаторов, 5. 50 лучшим работникам культуры края вручили денежные поощрения. Сегодня в правительстве региона чествовали победители краевого конкурса лучших творческих сотрудников 2017. Это преподаватели детских школ искусств, руководители творческих коллективов, артисты, хроместеры, библиотекари и другие специалисты. Лучших определяли в двух номинациях. За личный вклад в сохранение и развитие культуры края. И за личные достижения талантливой молодежи в сфере искусства. В этом году на конкурс поступило 147 заявок со всего края. Крайне приятно. Вообще все это и удивительно. И при новогоднем настроении все обостряется. В общем, все только на самых позитивных нотах. Получил, думаю, за свою творческую бурную деятельность. Потому что работаем на самом деле очень-очень много. Это и выезды на всякого рода гастроли, и обслуживание всяких родов праздников, мероприятий. Ну и самое главное – это работа с детьми. Я горжусь всеми, кто работает в культуре. Потому что это работа без выходных, без праздников. Зачастую родные и близкие не видят наших самых достойных работников культуры. Потому что они отдают себя работе полностью. И даже если чуть-чуть мы это можем компенсировать, здорово, что это получается сделать. Воспитание Колесосибирского детского дома стал финалистом и призером масштабного российского танцевального проекта «Ты супер танц». 18-летний Никита Иванов покорил членов жюри, в состав которого вошли известные хореографы. Егор Дружинин, Евгений Папунаешвили и актриса Анастасия Заворотнюк. В родном детском доме Никиту встречали овациями. С подробностями Анжелика Александрова. 10 часов пути из Москвы до родного Лесосибирска наконец позади. Почти полгода Никита Иванов провел в столице. И вот, наконец, долгожданная встреча с самыми родными людьми, которые держали за него кулачки и следили за каждым его выступлением в проекте «Ты супер танцы». Самым преданным зрителем Никиты Иванова была его бабушка. Она единственный родной человек, который есть в жизни подростка. Теперь в свои 82 Зинаида Александровна запросто отличит брейк-данс от хип-хопа и контемпа. Ой, это не пересказать, не пересказать. Я его ждала, когда он первый брейк-данс танцевал, я сижу, мне звонит из Красноярска, даже из Томска звонит. Здесь на городской, это на сотовой, здесь на городской. Все меня поздравляют, что какого-то внука воспитала. А мой удел катится дальше, вниз, любимая, меня вы не любили. В родном детском доме в Никиту тоже всегда верили. Здесь он душа компании заводила и неисправимый оптимист. Говорят, всегда были уверены, у парня большое будущее. Каждый вечер детей найти, все смотрят телевизор, все ждут Никиту Иванова, где. Это, конечно, болели. Сегодня ждали, прям на эмоциях. Мы думаем, что он прославил наш город, наш край. Сам Никита весьма скромно оценивает свой успех, несмотря на то, что из 147 участников со всей России и стран ближнего зарубежья, он один из немногих прошел все отборочные туры и вышел в финал. У меня теперь больше возможностей, я просто понимаю, как и что раньше, я даже не думал, что такое хип-хоп, еще это. А теперь у меня есть понимание и больше возможностей, можно что-то придумать новое, свое. Я просто не уверен в себе, что преподавать могу. Это очень сложно, на самом деле. Нужно сначала самому понять все, а я еще пока, я еще новичок, средненький такой. В Москве все полгода рядом с подростком был воспитатель детского дома Виктор Михайленко. Именно его родной брат Владимир тренировал Никиту Иванова. Незадолго до проекта тренер по брейк-дансу погиб. Если честно, уже на первой стадии проекта было как-то страшно даже. И мы боялись, что буквально на первой стадии мы можем проиграть и уехать домой. Но удача, скажем так, была на нашей стороне. Выступления Никиты с каждым разом были все лучше и лучше. И вот сейчас он дошел до финала и в финале показал достойное выступление. Какое место занял Никита Иванов в финале проекта, вся страна узнает уже в эту субботу. Мы можем лишь приоткрыть завесу тайны до выхода в эфир. Из восьми финалистов Лесосибирец в тройке лучших танцоров. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Новости. Телефон редакции новостей 236-0136. Адрес в интернете 3W-ENICI-TV.